Казахстан Здравствуйте, дорогие телезрители! Кочевой народ, который немыслим без коней и кумыса, юрты и космодром Байконур – таковы первые ассоциации, которые возникают о казахском народе. А каковы казахи на самом деле и как им удается сохранить красивейшие традиции и культуру в условиях мегаполиса, мы узнаем из первых уст от представителей Самарской региональной казахской национально-культурной автономии АКЖОЛ. Здравствуйте! Здравствуйте! Айкуль, расскажите, пожалуйста, характер казахского народа, он какой? Это гостеприимный народ, самый первый. Казахи в Самарской области у нас начали проживать почти с 1934 года, это время коллективизации. Появились первые поселения у нас в Кенельском районе, в Большечерниговском, в южных районах. И первое время они занимались, конечно, животноводством, постепенно земледелием, торговлей. Сейчас, вот на данный момент, уже с 2003 года, потом была создана именно диаспора, когда уже казахи объединились и создали уже свою автономию. То есть центр, куда они могли обратиться за помощью, и центр, который именно развивает культуру, традиции казахского народа. Еще хочу отметить, что у нас Самара на сегодняшний день является центром, вы знаете, да, федеральной национально-культурной автономии казахов России. В 2007 году была открыта вот эта вот автономия казахов России, и президентом был ее избран Дусимбаев Токторбайко Драгалеевич. Это наш президент. То есть, когда у нас проходят праздники федерального уровня, сюда к нам, в Самару, съезжаются больше около 30 регионов со всей России. Не Москва, а именно Самара является центром всех казахов России. Порядка 800 тысяч казахов живут в Российской Федерации. Вот. Поэтому, ну, само население говорит, сколько детей у нас. Поэтому есть потребность в сохранении своего языка, культуры. И здесь мы, самарские казахи, проявили себя во всем масштабе Российской Федерации, что мы проводили здесь федеральные наурызы, в общем, федерального масштаба. Поэтому очень много работы мы провели для того, чтобы завоевать такую честь. А какие традиции у казахского народа? Что свойственны? Ну, традиции проведения праздников. Самый большой праздник у нас – это наурыз Новый год по-казахски. Новый год у нас раньше проводился в первые годы и в Самаре, в городе самом. А потом вошло в традицию проведения его именно по районам. Первый – по Шеглушицке и так далее. Там Красноярске, Красноармейске. Он проходил в каждом муниципальном районе, где открыт у нас казахский филиал. Вот. В этом году у нас проходил в Сергиевском районе. А следующий год уже запланирован в Безенчукском. У нас есть символ дамбра, как подарочный. И вот эта дамбра, она как эстафета передается следующему району, где будет проводиться этот праздник. То есть каждый район берет за честь проведение такого праздника. А дамбра, Вы сказали, это что такое? Это национальный, именно казахский инструмент. Вот. Символ этого праздника. То есть это самое главное не казах, говорят, а самое главное у казаха дамбра. Да. Если в юрте нет в доме дамбры, то это нет музыки, то это, говорят, мертвая юрта, это мертвый дом. То есть обязательно в доме должна звучать дамбра. Судя по количеству творческих коллективов казахских, которые в регионе существуют, казахи очень творческий народ. Вы руководитель танцевального коллектива. Об ансамбле расскажите немножко. Наш ансамбль практически создан в тот же год, когда была открыта казахская автономия «Акжол» в 2003 году. Первый состав студенческий был. Там у нас не только студенты у меня, там танцевали и работники юстиции, и работники полиции, и педагоги, и бухгалтера. То есть девчонки и мальчишки, которые хотели заниматься казахским танцем. Конечно, постепенно мы уже начали школьников набирать, уже школьники состав появился, младший. Какие танцы вы ставите? Это традиционные казахские танцы или современные, уже более стилизованные? Казахский танец. Он какой? В основном танцевали девушки. Мужчины не танцевали. Это потом уже постепенно появилось. Вот сейчас говорят и в истории, что есть танец «Хара-журга», который пришел испокон веков, когда это танец как упражнение, как зарядка. Раньше танцевали именно как зарядка упражнений, как танец. Девушки в основном танцевали, они их как бы подобно лебедю всегда, их как бы подобно газели, вот девушке. И она вот показывала себя красоту, грацию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В очень красивых национальных костюмах Танцуют девушки Откуда идеи костюмов берутся? Конечно, мы разрабатываем Каждый узор, потому что Когда шьется костюм Орнамент костюма Очень играет большую роль В том плане, что если на конкурсе где-то участвуешь Если не соответствует Орнамент костюма Или там что-то перепутанное Это будет, конечно, не очень хорошо Поэтому мы скрупулезно немножко относимся к этому Анара у нас участница коллектива Как раз одета в один из национальных костюмов Да, платья Воланы девушки носили И жилеточки Такие вот коротенькие жилеточки Это тоже было именно свойственно девушкам Не замужем Вот такие вот шапочки Шапочка с пером Перо это означает как оберег Оберег девушки Перо не только девушкой украшали Шапочки свои, но и колыбели детские украшались Оно служило как оберегом Здесь головной убор Он как немного сделан стилизацией Потому что мы его делали именно под танец Здесь А вот платье и камзол сделаны чисто в народном стиле Вот в народном стиле И узоры, если вы заметите Здесь узоры идут именно травяные, цветы И вот узоры именно лиственные Нара, расскажи, как давно ты занимаешься в коллективе творческом И почему ты сделала именно такой выбор В коллектив я вхожу с 2013 года Относительно недавно Всего лишь третий год Мне очень нравятся казахские народные танцы У них есть такая гибкость, изящество Может показаться, что это легко Не так непринужденно Но это требует огромных тренировок, усилий Есть у вас еще театр моды? Да Мы с девочками, когда вот шили костюмы Все равно что-то где-то украшаешь Что-то стразы пришиваешь Какие-то пайетки, бисер И потом постепенно головные уборы начали сами сшиться И потом мы решили, давайте все-таки сделаем что-то такое И вот создали первую коллекцию такую Попробовали Она была именно на основе весны Тюльпаны И потом постепенно у нас появились все больше коллекций Все ярче, красивее В 2008 году мы шили большую коллекцию Она называлась «Великое наследие казахов» Это уже там был меховый натуральный мех У нас песец был синий Такие костюмы на основе казахского национального костюма То есть образы ханов, биев ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маржан, скажите, вы в Самару приехали? Из Казахстана, вы давно здесь живете? Мои предки, я уже давно здесь живем В Самарской области, я сама с Красноярского района В Красноярском районе сохраняются исконные традиции в быту? Есть некоторые селы, где живут аулы, где только живут одни чисто казахи И они и других селах все поддерживают казахскую культуру Соблюдают традиции свои, проводят обряды специальные Когда рождается ребенок, например, проводят обряд Щельдихана, Бесики Салу, Аткою, именно речения Это что такое? Щельдихана – это когда женщина рожает ребенка Жилые бабушки приглашают всех женщин И в этот день дают угощения, сладости Тогда в деревнях узнают, что родился ребенок Аткою – это именно речение, когда ребенку после 7 дней дают имя Специально вызывается мула, и он кричит в уху ребенка и дают имя В деревнях еще разговаривают между собой, конечно, на родном языке Здесь в городе уже, может быть, есть люди, которые уже Дети, которые в русские школы ходят, они уже начинают по-русски общаться Поэтому наши дети уже меньше знают язык, чем мы Конечно, нам хочется, чтобы наши дети все знали свой родной язык И поддерживали свою культуру, и традиции знали Чтобы мы им показывали пример Мы стараемся тоже дома разговаривать на родном языке Ребенок уже прислушивается А что это такое? А что вы там интересует? То есть у него есть желание У нас совсем юный участник организации Нурбек есть Который обещал нам прочитать стихотворение на казахском языке В Самаре начинает строиться, даже активно строится национальная деревня Скажите, там будет казахский дом? Это будет целый дом, именно посвящен казахам То есть мы должны будем там ее полностью украсить Все там, вся атрибутика полностью будет наша Обязательно должны быть ковры Обязательно должны висеть меха Обязательно там должна быть домбра То есть все семь сокровищ казахского народа, которые у нас есть Они обязательно должны быть там А семь сокровищ казахского народа – это… Это семь сокровищ казахского народа. Каждый казах про себе носил именно семь вещей, которые ему всегда нужны в жизни. Первое – это казан, где варятся все блюда. Есть знаменитый тай-казан в Казахстане, находится в городе Туркестане. Он как символ благородия, символ гостеприимства, символ сытости народа. Второе сокровище – это книга, Коран. Казахи всегда носили с собой Коран. Третье – это собака, то есть это верный друг, всегда была рядом. Четвертое – это лошадь, скакун, без которого ни один казах не обходился. Ружье обязательно было. Беркут, то есть охотничья птица, которая помогала охоту на лис, на зайцев. И без нее не смыслили тоже казахи. И седьмое – мельница. Мельница – это два камня. Два камня друг на друга ставились с ручкой. И они мололи там пшеницу. Из нее потом пекли баурсаки хлеб. И вот мельница – это вот эти вот семь вещей, которые они всегда с собой носили. Мы поговорили о танцах казахских, о песне казахские. Раньше и айтысы были. То есть айтысы – это состязание акынов, двух дамбристов. Они, как говорят казахи, говорят, что вижу, то пою. И два айтысы, два акына, они вот состязались именно на ходу, сочиняя стихи, песни, музыку. И вот проходили даже такие состязания. Бабушки у нас пели хора, у лен даже было такое. Это вот когда обрядовые песни. Казахи поют о многом. О родине, о любви, о своем народе, о любви к своей земле, к своим традициям, к своим детям. Спасибо вам большое за такую открытую беседу. Действительно, казахский народ очень веселый, дружный, открытый и творческий. Поэтому хочу пожелать вам дальнейших успехов, в том числе и творческих. А с телезрителями мы продолжим знакомиться с интересными характерами и традициями дружных народов многонациональной Самары. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Саубонс! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!